Продолжение следует... Ну, давайте вспомним, как это было. Вот, допустим, рассмотрим вот такое уравнение. Косинус функция четная. Я поменяю аргумент местами в аргументе компоненты для удобства. Всегда старайтесь сделать так, чтобы у вас коэффициент при переменной произвелся знаком плюс. В частный случай, тогда 2х минус 3пи на 4. Это будет пи плюс 2пи н, где н число целое. Все, дальше получается обычное линейное уравнение. Это пи плюс 3пи на 4 плюс 2пи н, где н целое. Соответственно, х это 7пи на 4, значит 7пи на 8. Плюс пи н, где н число целое. Ну, а теперь приступим к изучению следующих двух типов уравнений. Это уравнение вида тангенс х равно а и катангенс х равно а. Построили график функции х равно тангенс х. И теперь начинаем строить семейство прямых вида х равно а. Ну, вот она может располагаться вот так, допустим. Следующая вот так. Следующая, допустим, где-то здесь. И так далее. Конечно, сама прямая может еще совпасть с осью х. Что мы видим? Как бы ваша эта прямая не располагалась, ваше уравнение всегда будет иметь решение. Это большое отличие от двух предыдущих уравнений. Теперь, что делать с этими решениями? Ну, вы все знаете, что функция тангенс является периодической с наименьшим положительным периодом, равным пиродиан. Я рассмотрю решение на одном периоде, я потом продолжу его с учетом периодичности. Смотрим. Вот ваш отрезок длиной пиродиан. На этом отрезке ровно одна общая точка. Значит, это вот ваш корень, который вам нужно найти. Но в силу определения это будет арктангенс числа а. Что это означает? Это означает, что в общем случае корни вашего уравнения будут иметь вид. арктангенс а плюс пи н. Ди н число целое. Есть ли частные случаи? Нет. В этом случае частных случаев нет. То есть количество точек будет все время одно и то же. Рассмотрим конкретный пример. После данного уравнения тангенс х равно корень из трех. Как я рассуждаю? Мне сейчас нужно найти все такие значения х, для которых тангенс это корень из трех. Используем формулу. Получаем арктангенс корня из трех плюс пи н. Пи н целое. Дальше нужно немножко напрячь мозги таблицы стандартных значений. Значит, у какого угла тангенс равен корню из трех? Ну, это пинатор радиан. Все. Ответ получен. Ну, усложним немножко задачу. Пусть будет тангенс. В скобочках, допустим, пи на 6 минус х пополам равно одному. Как поступаем? Точно так же. Но, как я уже и говорила, неудобно, когда минус стоит перед переменной. Я выношу из-под знака функции знак минус. Потому что тангенс у вас функция нечетная. Это, надеюсь, все помнят. Получаю вот такое уравнение. Дальше умножаю обе части на минус единицу. Вам придется переписать, я просто вытру. И все. Что получается? Получается, что х пополам минус пина 6. Это есть арктангенс минус 1 плюс, ну, пусть будет k. Где k число целое. Что дальше? Ну, сейчас, конечно, я буду переносить это пина 6 в правую сторону. Но мне интересует вот эта величина. Арктангенс минус 1. Вспоминая свойства арктангенса, можно написать следующее, что это минус арктангенс единица плюс пика. Где k целое. Все. Значит, х пополам это пина 6. Минус арктангенс единички, это у нас получается пина 4. Плюс пика. Где k целое. Считаем и умножаем на два обе части, чтобы избавиться здесь от дроби. Так, ну, сюда же у нас 12, да? 2 сюда 3. 2пи минус 3пи, это минус пи на 12 плюс пика. Где k число целое. И находим отсюда уже непосредственно x. Так, чтобы было удобнее, я вот сюда напишу. это будет минус пина 6 плюс 2пика. Где k число целое. Вот так. Вот ваш ответ. Значит, катангенс x равно a. Если вы проделаете те же самые манипуляции, то есть сейчас построите график, проведете семейство таких параллельных прямых, то можно сделать вывод, что это уравнение имеет решение при любом значении a, причем x это будет арк катангенс a плюс пик, где k число целое. Вот теперь рассмотрим газоветные примеры. Ну, в первое уравнение, пусть будет так, катангенс x единица. Что я пишу? Я пишу, что это тогда арк катангенс 1 плюс пик, где k число целое. Кабричное значение получается пи на 4 плюс пик, где k целое. Давайте посмотрим другое. Пусть будет катангенс x равно 3. Что делаем? Да то же самое. Используем формулку полученную и выписываем решение. И вот это будет финальная часть. Почему? Вот смотрите, здесь у вас что было? Арк катангенс единички плюс пик, стандартное значение, табличное. Досчитывайте до конца. Здесь угол-то существует, но в таком виде вы его выписать не можете. Еще усложняем задачу. Пусть будет катангенс 2х-1 равно минус корню из трех. Во-первых, аргумент вы усложнили, во-вторых, тут уже отрицательное число в правой части. Что делаем? Да то же самое. Это будет арк катангенс минус корню из трех плюс пик, где к целое. Так что получается дальше? Надо посчитать вот это. Но арк катангенс числа отрицательные, значит, по свойству у вас будет пи минус арк катангенс, числа противоположного, то есть корни из трех, плюс пик, к принадлежит z. Так, 2х-1 равно пи минус. Значит, находим угол, катангенс которого равен корню из трех. Так, что там у нас получается? Пи на 6 радианов. Так, 2х составляем, тут вычитаем, получается, 5 пи на 6 плюс единица плюс пик, где к целое. Ну и находим х. 5 пи на 12 плюс 1 вторая плюс пи на 2к. В такой форме ответ можно уже и оставить. В качестве домашнего задания вам будут предложены опять же задачи из вашего учебника под редакцией Никольского, а именно номер 11.13, буквы z, k, i, m. Желаю успехов! Здравствуйте, уважаемые десятиклассники! Тема нашего сегодняшнего урока служебной части речи правописания союзов. Давайте обратимся к чату школьников и посмотрим, как они общаются, узнаем, как избежать очень распространенных ошибок, запомним несколько интересных приемов. Итак, привет! Я создала этот чат, чтобы пообщаться. Можно я тоже к вам присоединюсь? Зато я грамотная. И только Алина Парчина прислала картинку, которая говорит о том, что, наверное, ребята выше допустили ошибки в правописании союзов. Я думаю, что вы внимательно рассмотрели эти предложения, ребят, и увидели, что здесь союзы чтобы, тоже и зато пишутся совсем по-другому, они пишутся слитно. Почему же так? Когда зато, чтобы и тоже пишутся слитно, а когда раздельно, мы узнаем с вами на сегодняшнем уроке. Итак, давайте определим, как пишутся выделенные слова. Для композитора, который способен слышать мир так же, как художник, видеть его в цветке и формах, музыка — это именно звучание, то есть процесс протекающего времени. Итак, ребята, посмотрите, так же, перед нами так же. Хочу вам сказать, что если вы только после так же видите как, то это всегда будет писаться раздельно, и перед нами будет наречие с частицей «Ж». То есть это союз, который вообще всегда пишется только раздельно. Следующее предложение. Поэт тоскует по гармонии, так как она недоступна для него, и именно потому, что в его душе гордыня борется с желанием примирения. Итак, союз «так как». Это союз подчинительный, он пишется всегда только раздельно. А потому может писаться и слитно, и раздельно. Но здесь пишется слитно, потому что обозначает причину. Итак, ребята, для того, чтобы вам было так же легко определять, как пишутся союзы и амонимичные части речи, уметь различать эти две части речи, вам необходимо знать правила. Итак, давайте сравним союзы и союзные слова и амонимичные части речи. Итак, «чтобы» может писаться и слитно, может писаться и раздельно. Слитно пишется, если мы можем заменить на «для того, чтобы» и частицу «бы» нельзя опустить. Например, «Важно, чтобы все было исполнено в срок». То есть частицу «бы» мы не можем убрать, соответственно, мы пишем слитно, и это союз. «Чтобы» с сочетанием местоимения частицы, которые можно опустить, или перенести за глагол. Например, «Чтобы мне придумать». Мы можем убрать, «Что мне придумать» или можем перенести, «Что мне придумать бы». При этом, ребят, запомните одно сочетание, которое пишется всегда раздельно. «Во», «что», «бы», «то», «не стало». Шесть слов. Именно так. Следующий союз «зато». Пишется слитно и является союзом, если его можно заменить на «но». Например, «маленький», «зато надежный». Раздельно будет писаться, если это предлог и местоимение. И мы можем кто задать вопрос. Например, «Спрятаться за то дерево». Дерево какое? «То». Это предлог и местоимение. Тоже так же. Пишется слитно. Если равно и, тогда это является союзом. И при этом «ж» частицу опустить нельзя. Например, «Я тоже пойду в театр», и «я пойду в театр». То же самое так же таким образом. Частицу «ж» можно опустить. И в этом случае это будет то местоимение с частицей «ж», так наречие с частицей «ж». Например, «Я сделала то же, что и он». «Я сделала кого, что то». Пишем раздельно. «Я пошла так же, как и вчера». То есть пошла как? Так. Перед нами будет наречие. И есть как и, мы знаем уже, что всегда с этим союзом так же будет писаться раздельно. Итак, следующее. Отчего. Отчего в значении «почему» является союзом. Например, «Отчего у меня ничего не получается?» «Почему у меня ничего не получается?» «Отчего» может быть так же сочетанием предлога с местоимением. Например, «Отчего» зависит принятие решения. «Оттого» пишется слитно и является союзом в значении «потому». «Оттого» я такая грустная. То есть «потому» я такая грустная. «Оттого» так же может писаться раздельно, если будет сочетанием предлога с местоимением. Например, «Оттого берега трудно отплыть». «Берега какого?» «Того». «Того» это будет местоимение от предлога. «Притом», «причем» может писаться слитно, если мы можем заменить «причем», «притом», «к тому же». «Он глупый» и «притом наглый». «Он опоздал», «причем сделал это нарочито». «Притом» и «причем» также пишется и раздельно, если это сочетание предлогов с местоимениями. «Притом» в клубе обязательно должна быть танцевальная секция. То есть мы можем задать вопрос «клубе каком? Том». «Затем» пишется слитно и является союзом, если употребляется в значении с какой целью. «Затем» и пришел, чтобы все узнать. И «затем» — это сочетание предлога и местоимения, в том случае, если к тем можно задать вопрос. Например, «Река виднелась за тем поворотом». Поворотом каким? Тем. «Зачем» в значении «для чего» является союзным словом. «Зачем» судить так строго? То есть для чего судить так строго? И «зачем» — это сочетание предлога с местоимением. «Зачем» пойдешь, то и найдешь. «За кем? Чем» — это местоимение. «За предлог». «Почему» — значение «чего» является союзным словом. «Почему» все так. И «Почему» — сочетание предлога с местоимением. «Почему я скучаю?» — так это по бабушкиным сказкам. Итак, ребят, предлагаю вам выполнить задание для того, чтобы посмотреть, как вы усвоили материал. Определите, как пишутся выделенные слова. Первое. Вследствие достаточной информативности каждый компонент в свободных словосочетаниях сохраняет самостоятельность. Поэтому и функционирует как самостоятельный член предложения. Итак, вследствие. Мы знаем, что это производный предлог. Пишется слитно, потому что можно заменить на «иза». Поэтому это союз. Мы пишем его слитно, потому что обозначает причину, следствие. Соответственно, эти два слова будут писаться слитно. Второе предложение. «В доме царили тишина и покой. То же спокойствие царило в душе хозяев. Зато гостью от этого становилось только тревожнее. И так тоже спокойствие. Перед нами, ребята, указательное местоимение «то» и частица «же». Потому что мы можем сказать «спокойствие какое?» «То». Является это определением в предложении. «Зато». «Зато» мы заменяем на «но». «Но» гостью. И поэтому это союз, который мы пишем слитно. Третье предложение. «Был особенно трудно, потому что я был единственным специалистом на заводе, работающим по этому профилю. И всю ответственность принимал на себя». Итак, «потому» — это союз. Мы пишем его слитно, потому что имеет значение причины. «По этому профилю». Итак, работающим по этому профилю. «Профилю какому?» — этому. Соответственно, если мы задаем вопрос, и это является определением, то перед нами «по» — предлог и «этому» — указательное местоимение. Итак, ребята, в этом задании вам необходимо будет раскрыть скобки, определяя слитно или раздельно пишется данное слово. Первое. Оля попросила меня встать за то дерево. Я думаю, что вы уже понимаете, что за дерево какое то, поэтому перед нами предлог и указательное местоимение, которые пишутся всегда раздельно. Второе. Луна скрылась. Звезды также пропали. Также это союз. И мы можем этот союз заменить на «и». Соответственно, мы пишем слитно. И звезды пропали. Третье. Что бы он ни говорил, никто ему уже не верил. Что бы. В этом случае мы «бы» можем перенести за глагол. Поэтому перед нами местоимение и частица «бы». Что он ни говорил бы. Пишем раздельно. Четвертое. Мы поговорили так же, как и много лет назад. Мы поговорили как, так, перед нами, так, наречие, «ж» частица, и мы знаем, что как только после этого слова есть как «и», то оно пишется всегда раздельно. Пятое. На ней то же платье, что и вчера. Мы можем сказать «платье какое то». Соответственно, перед нами указательное местоимение и частица «ж». И пишем мы это раздельно. И шестое. Неудачи происходят от того, что не все достаточно серьезно относятся к работе. От того. Это слово мы пишем слитно. Перед нами союз, и он обозначает причину. То есть, по какой причине? От того. Итак, домашнее задание. Ребята, предлагаю вам на сайте решу.ег выполнить задание 14 из раздела для подготовки 1-й, 15-й тест. Или выписать из художественной литературы 5 предложений с союзами и амонимичными частями речи. И указать, где союз, а где амонимичная часть речи. Спасибо за внимание, ребята. Удачи вам. Здравствуйте, ребята. На прошлом уроке мы с вами поговорили об очень важном и очень интересном процессе. Процессе гометогенеза, в результате которой образуются особые клетки, половые клетки, яйцеклетка и сперматозоид. Клетки, которые обладают гоплоидным набором хромосом. Клетки, которые участвуют в очень важном процессе, в процессе оплодотворения, результатом которого является зарождение новой жизни. И вот сегодня мы с вами начнем говорить об онтогенезе, эмбриональном этапе. Итак, тема сегодняшнего урока – онтогенез, эмбриональный этап. Онтогенез – индивидуальное развитие. Включает два этапа – эмбриональный этап и постэмбриональный этап. Эмбриональный этап длится от оплодотворения до рождения. Постэмбриональный этап начинается с рождения, и мы видим многоточие. Некоторые авторы считают, что постэмбриональный этап заканчивается смертью. Другие считают, что сам процесс развития заканчивается формированием половозрелой особи. А дальше начинается период репродукции, старения, смерти. Это не важно. Важно, что эмбриональный этап длится до рождения, постэмбриональный этап от рождения, ну и дальше границы выбираем по-разному. Рассмотрим более подробно эмбриональный этап на примере самого примитивного хордового, на примере ланцетника. Итак, эмбриональный этап. Начало эмбрионального этапа – процесс оплодотворения. Яйцеклетка сливается со сперматозоидом. Бывает наружное оплодотворение, бывает внутреннее оплодотворение. Результат всегда зигота. Зигота – клетка, которая образуется в результате оплодотворения. Клетка, которая обладает диплоидным набором хромосом. Если сперматозоид проникает в яйцеклетку, но их ядра не сливаются, это не процесс оплодотворения. Самое главное событие оплодотворения – это восстановление диплоидного набора хромосом. Половина хромосом от матери, половина от отца. Происходит комбинация генов, возникает комбинативная измечивость. Об этом мы будем говорить еще в теме эволюции в 11 классе. И так образовалась зигота. Следующая стадия – это дробление. Само слово подразумевает измельчение. Клетки становятся меньше. Делятся они метозом. Напоминаю, что при метозе из одной клетки получаются две точно такие же. После первого деления метоз образуются два бластомера, потом четыре, потом восемь. И так до 64 бластомеров. Все они обладают одинаковым набором хромосом, диплоидным набором хромосом в данном случае. У ланцетника 64 бластомера формируют морулу. Посмотрите, как морула похожа на шелковицу, на ежевику. Шелковица иначе называется тутовая ягода. Поэтому такую стадию, напоминающую внешне тутовую ягоду, и назвали морула, что в переводе так и звучит тутовая ягода. А вот теперь обратите внимание на анимацию рядом. Исходная клетка зигота. И вот начинается дробление. Клеток становится больше, размер становится меньше. Но размер зародыша, объем зародыша при этом не меняется. Увеличивается количество клеток. Именно поэтому стадия называется дробление. Дробление может быть разным. У кого-то оно полное, как у ланцетника. У кого-то оно поверхностное. Мы не представляем себе деление желтка у птицы. Здесь происходит деление только поверхностно-зародышевого диска. Для кого-то оно равномерное, для кого-то неравномерное, для кого-то синхронное, а для кого-то каждая клетка делится в своем режиме. Существуют разные варианты дробления. Но в любом случае, в результате дробления клетки уменьшаются в размерах. Следующая стадия – это бластуляция. Результатом бластуляции является образование бластулы. Бластулы – это однослойный шар. И сразу же следующая стадия – стадия гаструляции. Давайте представим себе бластулы в виде мяча. Мы этот мяч прокололи и вот так вдавили. Сколько слоев мы получаем? Два. Наружный слой называется эктодерма, внутренний слой – энтодерма. Эктодерма – желтым цветом энтодерма. Легко запомнить. Эктодерма – экзотермические реакции в химии. Эк наружу – экзоцитоз. Эктодерма – внутренний слой. У гаструлы различают первичный рот, вход в гастральную полость. Ребята, здесь очень интересный момент. Мы знаем, что существуют животные первичной роты и вторичной роты. Первичные роты – это те, у которых первичный рот всегда является ртом. У вторичной роты, к которым относимся мы с вами, рот вторичный прорвется на противоположной стороне гаструлы, а первичный рот превратится в анальное отверстие. И так образовалась гаструла, у которой два слоя, двуслойный зародыш. Следующая стадия – нейруляция, результатом которой является нейрула. Нейрула формируется достаточно сложно. На одном из полюсов зародыша образуется желобок, края которого смыкаются и формируется нервная трубка. Из эктодермы образуется нервная трубка. Точно под нервной трубкой обособляется тяж, хорда. Это признак всех хордах. Обратите внимание, фиолетовым цветом хорда под нервной трубкой у ланцетника. В стороны отшнуровываются с такими мешками, с амитами, мезодерма. Мезодерма – третий зародышевый листок. Эктодерма, мы ее видим уже у гластулы. Энтодерма появляется у гаструлы. Мезодерма появляется у нейрулы. И остаток энтодермы замыкается в кишку. Образовался так называемый отсевой комплекс органов. Почему отсевой комплекс органов? Потому что через нервную трубку, хорду и кишку можно провести воображаемую линию, которая разделит зародыш на две части. Отсевой комплекс органов. Нервная трубка, хорда и кишка – это обязательный признак всех хордовых. Итак, в результате нейруляции появилась нейрула. И следующая, последняя стадия – органогенез. Именно на этой стадии организм приобретает все признаки, характерные для данного вида. Давайте рассмотрим органогенез у хордовых. Итак, три зародыша листка – эктодерма, энтодерма и мезодерма. Из эктодерма формируются структуры, которые прямо или косвенно связывают нас со внешней средой. Нервная ткань, из которой формируется нервная система органов чувств. Нервная система обеспечивает связь организма с окружающей средой. Органы чувств собирают информацию о внешнем мире, покрывают организм кожи, эпидермис кожи и кожные железы. И все это формируется из наружного зародыша листка – эктодерма. Энтодерма дает большую часть эпителиальной ткани. Из эпителиальной ткани формируются слизистые – это выстилка всех внутренних органов, легкие – образованные однослойным эпителем, капилляры – тоже однослойные эпители. И все железы, кроме кожных и половых. Еще оставшиеся два вида ткани формируются из мезодермы – мышечная ткань и соединительная ткань. Это главные ткани в организме. Из них формируется опорно-двигательная система, кровь, сердце, почки. И обратите внимание, из мезодермы образуются половые железы. Все железы формируются из эпителиальной ткани. Таким образом, эпителиальная ткань имеет три источника. Часть из эктодермы и дальше кожные железы, эпидермис кожи. Часть из мезодермы – половые железы. Все остальные структуры формируются из энтодермы. Итак, в результате органогенеза сформировался организм. Как, каким образом, в вопросах понять, нельзя же выучить все. Как понять, из какого леска что образуется? Еще раз напоминаю, что все, что связывает с внешней средой, образуется из эктодермы. Из энтодермы образуются слизистые легкие капилляры, все железы, кроме кожных и половых. Мы можем говорить о кишке, мы можем говорить о желудке. И мы будем говорить тоже, что большая часть этих органов формируется из энтодермы. Все остальное методом исключения вы относите к структурам, которые формируются из мезодермы. Домашнее задание мы видим на доске. И мне хочется еще раз, чтобы вы обратили внимание на вопросы ЕГЭ. Итак, линия 23 ЕГЭ. Рисунок, мы видим здесь нейру. Под номером 1 обозначена эктодерма. Суть вопроса, какой зародышевый листок обозначен номером 1, цифра 1 – это эктодерма, и какие типы ткани, органы или части органов формируются из него. И мы уже знаем, что из эктодермы формируется то, что связывает организм с внешней средой. Нервная система, органы чувств, эпидермис кожи и кожные железы. Благодарю за внимание. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин